В Тверском микрорайоне Южный в скором времени может появиться новый остановочный комплекс. Речь идет об остановке поселка Мечкалова. С просьбой обустроить здесь остановочный павильон, местные жители не раз обращались в городскую администрацию. А на этой неделе объект посетила руководитель Тверского добровольческого центра Юлия Саранова. Не только здесь, нас по городу очень много сняли. С недавних пор жители Твери стали обращаться и в администрацию города, да и лично к руководителю Тверского добровольческого центра мы вместе Юлии Сарановой с проблемой. Сейчас рядом с Южным кольцом на остановке поселка Мечкалова нет остановочного комплекса. Юлия Саранова пригласила заместителя главы администрации города Твери Дениса Черных выехать на место, чтобы посмотреть все своими глазами и прийти к общему знаменателю. Здесь действительно на этом месте большое число жителей высказывает свое недовольство и абсолютно правомерное недовольство состоянием вот этой остановочной площадки, где раньше был варек, который незаконный, который снесли. И вот, к сожалению, вот так вот все осталось. Администрация города Твери в настоящий момент прорабатывается вопрос не только об устройстве самой остановочной площадки, то есть приведение нормативного стоятия асфальтобетонного покрытия, но кроме этого и установки автопавильонов для пассажиров. Юлия Саранова обратила внимание на то, что остановка общественного транспорта не заканчивается остановочной площадкой. Прилегающая территория имеет такое же значение, как и сама остановка. Это важнейшая часть создания комфортной городской среды для граждан. И вот эта стыковка, реконструкция остановочных площадок, прилегающих территорий, это такая особая, непростая задача, которая на самом деле стоит и перед администрацией города Твери и других наших городов Тверской области. Но мне кажется, мы должны тоже на это обращать большое внимание. На данный момент в городе уже установлено 7 остановочных павильонов. Более 15 павильонов планируется поставить, в том числе и на тех дорогах, где проводятся в данный момент ремонтные кампании в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Также планируется установка остановочных комплексов на Стариском, Бурашевском и Сахаровском шоссе. Продолжение следует...